Друзья, всем привет! С вами снова из Таиланда Алена Бордовская. И сегодня такая тема, я считаю, что очень важная. Каково же с детьми здесь, в Таиланде? Есть некоторые нюансы, которые, если учесть сразу, то можно избежать многих ошибок. Ну что, давайте начнем. Я пока пойду в море. Вы можете видеть сзади меня пальмы, спереди море и песок. Совет номер один. Если вы едете с ребенком и вы не едете на 2-3 месяца, как это сделали мы, то лучше ехать, ну, лететь не своим ходом, а лучше брать путевку. Почему? Несколько причин. Первая причина – это страховка. Когда ты с ребенком, ну, сами понимаете, другая страна, другая еда. И вообще, ну, как бы непонятно, что здесь может случиться. Ту-ту-ту, не дай бог. Но страховка – это очень важно, она у вас должна быть. Вторая причина – это трансфер от аэропорта до отеля. То есть мы, когда вышли, мы потерялись, мы долго искали, потом мы долго ехали, потом мы еще шли долго пешком, с чемоданами, с ребенком – вообще неудобно. Если вы покупаете путевку, то вас обязательно встретят. Вот. Ну и третья причина – это будет дешевле. Если вы едете 7, 10, 14 дней, то путевкой намного дешевле, потому что они там учитывают чартерный авиарейс. Единственное, что от разных туроператоров разная цена. Поэтому я советую брать путевку через агрегаторы. Например, я предпочитаю Травелата. Это такой, как бы, получается сайт, где собраны все туроператоры, и ты проверяешь, ну, допустим, один и тот же отель. У разных туроператоров может быть абсолютно разная цена. Вот там серьезно, просто в разы. Плюс на Травелате есть горячие предложения, горячие путевки, которые тоже, ну, не так сложно найти. Просто нажимаешь горячие предложения, смотришь по датам, и он тебе показывает, в какие даты, в каком месяце самые выгодные, допустим, самые выгодные путевки. Это тоже круто. Ну, с Травелатой меня познакомила Настя. Она когда приезжала, она рассказала, что ее подруга слетала в Крым на 7 дней за 8 тысяч рублей. Это с перелетом и с проживанием в Балаклаве. Я сначала не поверила, потом залезла на сайт. Реально, есть такие цифры, так что Травелата рулит. Дальше. Еще один нюанс. Мы решили поселиться поближе к Волкин-стрит, ну, типа, там кафе много всего интересного и развлечений. И это ошибка номер два. Почему? Потому что с ребенком Волкин-стрит, это шумно, это не нужно. Это постоянные мотобайки, пьянки, гулянки. Туда очень просто доехать на тук-туке, туда, на тук-туке обратно, один раз посмотреть Волкин-стрит и все. Сейчас мы находимся на пляже Джамтьен. Пляж, который находится возле Волкин-стрит, он мега грязный. Пляж Джамтьен, ну, вы видели мой прошлый ролик с островов. На островах море прям кристально чистое, здесь оно такое мутноватое, но все-таки море комфортное. Если брать Таиланд вообще, то лучше, конечно, Пхукет, Самуи, Ко Чанг. Это я сейчас острова перечисляю. То есть на островах с ребенком намного комфортнее, чище, спокойнее, размереннее. Ну, вот это мое личное мнение. И мы скоро поедем на неделю на острова, и вы увидите, вот где тайский рай. Я кое-что поняла, почему все едут отдыхать в Паттайю, но об этом вообще отдельное видео, потому что это длинная история и очень интересная, так что обязательно подпишитесь. Скучно не будет, это точно. Ладно, пойду попробую море, тем более, что маленький ребенок за кадром уже пищит и тоже хочет посмотреть, как там водичка. Давайте я вам покажу отель, в который мы заехали. Он находится близко от Волкин-стрит, 15 минут пешком. Но прикол в том, что первый отель, который был возле Джамтиена, мы могли проехать на Тук-Туке прямо до Волкин-стрит, а тут 15 минут пешком. Короче, с ребенком лучше выбирать тот отель, на котором доехать проще на Тук-Туке, чем тот отель, на котором дойти ближе, потому что ходить с ребенком сложнее. Так, у нас новый отель на 4 дня, ну, типа 3 звезды. В принципе, все нравится мне. Две кровати у нас, можно совместить, побольше сделать. О, вид на горы, ребята, внимание. Вид на горы по-тайландски. По-патайски, точнее. Тут дверь, но там дверь в соседний этот. Как выключить музыку? Я не могу найти, здесь должна быть крутилка, не могу. Короче, самый прикол в чем? Смотрите. Это душ, блин. Душ, я что, здесь буду лежать и смотреть, как кто-то моется, что ли? Вообще, какой-то нонсенс. Давайте сейчас заглянем в туалет. Так, тут какие-то чипсы. Ёшки зеленые. Отель-то для... А, тут есть мини-бар. И что, в мини-баре что-то есть? А, да, в мини-баре что-то есть. Капец. Сейф самое главное есть. Вообще-то, Эль-3 звезды. Таканчик. Полотенчики. О, какие милые. Шампунки. Мыло. Мыло в Таиланде это очень хорошо. Ну и, собственно говоря, вид на комнату. А, гель для душа. Тут через водогрейку, кажется, вода. Ну, не знаю, насколько это... А, ну тут вот шторка есть, она отпускается. Ну, интересная задумка. Такого я еще не встречала. Сегодня поднялся ветерок. Многие пишут... Алена, что-то в Таиланде пасмурно и не ярко. Просто, когда ярко светит солнце, я не выхожу на море, потому что многие знают, что я солнце не люблю. Да? Да. Вот видите? Не такая прозрачная вода, как это было на Холане. Но, в принципе, терпимо. Кто? Ой-ой-ой. Кажется, у нас побег в воду. Давайте я вам расскажу немного про детское питание. Знаете, еда в тюбиках, типа пюрешки всякие, яблочные, фруктовые. Здесь почему-то это не развито. Но почему-то. Потому что здесь фрукты все свежие. И для маленьких детей, конечно, когда ты в дороге, в переезде, или ты не знаешь, будет твой ребенок есть местную еду или нет, тюбики это самое идеальное. Здесь они продаются. Но продаются мало где и в два раза дороже. Поэтому, если вы едете ненадолго, то берите тюбики с собой. Типа как, знаете, НЗ. Памперсы здесь, Мэрис есть, если вам знакома такая марка. Я Мэрис не очень люблю, поэтому местные памперсы мне понравились больше. Они тоже как-то на менедж называется, но нормальные, прикольные. Название напишу внизу. Про питание. Из круп здесь только рис. Ну, то есть, дочка любит гречку, гречки нет. Овсянки нет на завтрак, как мы привыкли. Манки нет. Есть здесь один магазин в Паттайя, называется, по-моему, фудмаркет. Там есть все крупы, все остальное. Но у нас Мия всеядная, она быстро привыкла к местной пище, к креветкам, к рису, карбонару ест. Карбонара тут активно продается. Так что у нас проблем с питанием нет. А вам, если у вас ребенок вредный, привередливый, то, конечно, нужно изучить меню. И до поездки еще в Таиланд, как-то приучать ребенка к рису с яйцом, особенно тут рис с яйцом, люди вообще прям. И яйцо кладут везде, даже в десерт. Еще нюанс. Если вы привыкли к тишине и спокойствию, и не любите, когда вашего ребенка трогают, то вам здесь в Таиланде будет сложно. Потому что тайцы, они все время улыбаются, они все время играют с ребенком, все время хотят взять на ручки. Причем независимо возраст ребенка, я видела и пятилетних детей, с ними тайцы все время улыбаются, все время пытаются потрогать, взять на ручки, поиграть, дать какую-нибудь конфетку, подарить какой-нибудь сувенир. Это, в общем, ну, мне очень нравится. У нас дочка очень общительная, она любит людей разных, и она прям постоянно им хлопает, машет, на себя внимание обращает. В общем, нам очень здесь нравится. А если вы встретите китайцев, они здесь кучками ходят. Что они там творят? Лодки грузят, спускают. Если вы встретите китайцев, то это вообще караул. Они мало того, что всю потрогают ее или его ребенка, они еще обязательно сфотографируются. Сначала из-под тишка походкают, потом спросят, можно ли сфотографироваться. Короче, целая история. Как же здесь красиво. Ой, у меня кто-то за ножки щекотит. Я вам серьезно говорю, меня там кто-то сейчас ест. Вот, 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 кто-то ползет, кто-то ползет. Он уполз между ногами. Ох, смотрите, вот-вот-вот какие-то штуки. Ответственно. А, здесь аккуратно надо сидеть. Ребенка лучше купать в трусиках все время, кстати, серьезно, потому что всякие букашки ползают. Вот, не дай бог. Еще не забывайте про детскую акклиматизацию. Первые два дня не надо там сломя голову ехать на острова. Кстати, отсюда спытаю, вот на острова там пирс есть в центре, в конце Волхен-стрит. И ты 30 минут, и ты уже на островах за 30 бат. Но это предыдущий ролик, смотри. Не надо первые два дня по чуть-чуть акклиматизировать. Потому что, допустим, я уже чуть-чуть, ну, более-менее акклиматизировалась. А ребенок еще нет. Мия еще так прилично потеет. Нет, сколько тут рыбы, а? Рыба! И море такое, немного ржавого цвета. Вот уже прошло 10 дней, и она все еще уже легче намного, но еще тяжеловато. Много воды с собой берем, очень много воды пьет утром, днем, вечером, ночью. Такие пирожки. Так, ладно, все уже. Пойдем из пляжа Джамтьен. Не сильно-то я и купалась. Жду острова, чтобы покупаться и позагорать. Если у вас есть еще вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Если вы что-то знаете уже и хотите дополнить, то тоже пишите. Думаю, другим будет полезно. И еще у меня один такой подарок для тех, кто досмотрел до конца. Вот это вот травелата. Травелата, да, у меня есть промокод, который действует еще будет, по-моему, недели две. Вот. Там будет скидка. На эту скидку сможете купить себе 15 килограмм манго. Так что давайте, до встречи здесь, в Таиланде. Кстати, постоянно, почему-то мой ребенок любит обык. Постоянно встречаю здесь подписчиков. Вот подписчица подарила нам такую, такой соскодержатель. Мия зовется. Вчера на рынке тоже встретила подписчицу. Так что знакомых людей здесь много. Со всеми встречаюсь, с кем могу. Кто здесь в Паттайе находится, пишите. Ну все, с душой. С Таиланда с вами была Алена Бордовская. Всем пока. Ребята, короче, капец, что произошло сейчас. Сейчас вот так вот просто не видно. Но смотрите, я криворукая, короче. У меня здесь просто комбо. Раковина, ВС, телефон. Видно, нет? Сейчас покажу. Ой, короче, руки трясутся. Смотрите, паутина просто. Не знаю вообще, что сейчас будет. Серьезно, прочла, что до 500 долларов, короче, может быть стоимость вот этого возмещения. Было несколько вариантов пойти, сказать, что, ну типа пораниться, сказать, что вот я подскользнулась у вас здесь, поранилась. Типа вот какие вы плохие. Или просто, короче, ну накрыть полотенцем и смыться, короче, ничего не говоря. Но оба варианта вообще совершенно не мои. И не могу я так поступить. Поэтому пойду сейчас сдаваться на ресепшн. Я так боюсь туда идти. Вам везет. Вы узнаете уже итог. У меня сейчас... Ладно. Всем пока.